ребят всем привет приветики на улице прекрасная погода довольно таки тепло 14 градусов но тует ветер я вышла по своим тела немножечко покажу окрестности какие у нас есть на районе и потом продолжу расскажу обещано то что я обещала в предыдущем видео о том все таки о чем мой канал для кого мой канал и что я вообще на нем буду рассказывать мне надо в аптеку сходить покажу вам нашу аптеку меня мама попросила зайти кое-что купить заодно посмотрю что там по витаминкам может каким-то есть у людей нет и замечательно немножко покажу ассортимент нашей аптеки может кому-то будет полезно что у нас можно приобрести зеленка да и йод интересные баночки это же кому надо останавливаете Витаминки, добавки тоже есть. Сироп яростника 4.76, циповник 5.14. Витаминки тоже, смотрите, какие цены разные. Сделала я Ярославу еще сиропчики себе по 3 рубля получился. Для животиков. Китай ставку. Китай, такой обзор. Небольшой получился. Давление можно померить. Вот здесь даже для себя запечатлю. Потому что у меня мама пользуется вот таким, по-моему. Есть еще очки для чтения. По-моему, вот такие вот у нас. Спросили еще деревцу. Банкомат, кстати, есть. Так что получился у нас еще такой небольшой мини-обзор аптеки. Я не знаю, может кому-то как раз таки будет полезно, да, хотя бы ориентировочно знать по стоимости каких-либо лекарств, либо добавок, либо еще чего-то. Вот для сравнения. Кстати, тоже посмотрела некоторые добавки. Вот сейчас даже для себя, для меня, мне было интересно сравнить, что довольно много добавок разных. Но у нас многие в Фаберлике все-таки, да, действительно подешевле. Как-то раньше я не задавалась такой целью, чтобы непосредственно сравнивать вот эту категорию товаров. Обычно такие, да, какие-то вот уходовые, вот это вот все сравнивала я. А биодобавки нет, да, действительно цены на многие получаются в Фаберлике меньше, особенно если еще со скидкой. Так, еще где-то здесь, говорили, должны быть яйца. Новый магазин. Что-то я ему, а вот яйцо вижу сейчас. Зайдем, спросим, что почем. Говорили недорогие. Вот такие вот. Мне надо вставлять. У меня человек не работает. Вот такие. Так, все. Что? Купила я яичек. Несу. Ой, мамочки. Честно говоря, и страшно нести мне их. Я боюсь, как бы они не повыпадали. Так. Ну что? Наверное, вкратце, да, обещанную тему все-таки это видео раскрою. О, какое интересное. Ой, машина что-то, экскаватор какой-то? Да? Как правильно называется красный экскаватор? Какого-то нового типа. Современный. Прикольно. Какая красивая. Да? Прямо спецтехника. Новенькая. Так, ладно. Итак, по поводу канала моего. Я, наверное, сейчас переключу на себя. Буду себя показывать и вкратце рассказывать. Всем привет, 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 ребята. Вот так вот я несу эти яйца, переживая, как бы донести их. Что-то мне реально страшно, что я их могу не донести, но да не будем об этом. Так, по поводу моего канала. Ребят, хочу сказать, что на этом канале я рассказываю непосредственно про то, чем я занимаюсь, что я делаю, как я делаю, куда я хожу. Тут супер там познавательного, да, развлекательного такого контента нету, серьезного чего-то тоже такого нету. Единственное, да, что вот может быть такое вот реально обучающее, это все, что касается компании Фаберлик. Потому что я с ней сотрудничаю, непосредственно я ее продвигаю, скажем так, да, и про это рассказываю. Вот все остальное, особенно я вот почему решила такое видео снять, потому что периодически, не часто, но проскакивают комментарии, да, что где-то там то не это, это не так и так далее. Ну, что я могу сказать? Я снимаю то, как я считаю нужным, я показываю то, что я считаю нужным и показываю именно то, как делаю это я, да. Мне хочется делиться этим, вот, поэтому если кого-то что-то не устраивает, ну, берите, начинайте снимать свои видео, потому что чаще всего пишут те люди, у которых своих видеороликов нету совсем, от слова ни одного даже. Поэтому мой канал, он по большей степени такой именно за жизнь сетевика. Почему он так называется? Потому что я задействована в сетевом бизнесе, да, многие думают, что сетевики это, прям, я не знаю, какие-то, может быть, помешанные на сетевом люди, и кроме там этого они ничем не занимаются, бытуют. Не всегда уже не так сильно, но есть бытовало, по крайней мере, раньше такое мнение, что это сетевой просто, я не знаю, там, что-то с чем-то, и люди какие-то не такие, да, и многие прям пугались этого слова. Вот, поэтому, в первую очередь, показываю именно то, как я живу, что я делаю, и показываю то, что считаю нужным, скажем так. Вот, ну, а если кому-то что-то не нравится, ну, ради бога, пожалуйста, не смотрите, начинайте снимать свои каналы, вести свои каналы, рассказывать то, о чем вы считаете нужно. Продолжение следует...